Привет, друзья, меня зовут Дмитрий, он же Димыч, вы на канале IT-Комасутера, и это продолжение проекта To-Do-List. Используем технологию React, используем технологию TypeScript и учим вас создавать приложение. Долгое время данный проект был закрытым проектом для наших студентов нашего IT-инкубатора. IT-инкубатор — это школа, которая, внимание, за фиксированную стоимость обучает тебя так долго, пока ты лично не трудоустроишься, неважно, где ты бы не находился, в Европе, в СНГ, либо в США. У нас очень глубокая программа мидл-плюс уровня, у нас ежедневная поддержка, техническая поддержка, то есть у нас постоянные живые занятия, в общем, мы сумасшедшие, мы сумасшедшие, мы точно лучшие в своей нише. Если идти куда-то учиться платно на результат фронтенду либо бэкенду, нужно идти обязательно в IT-инкубатор детали по ссылке в описании. Ну а в рамках текущего урока To-Do-List мы на практике посмотрим, что такое контролируемые элементы, что такое обработчики событий. В общем, достаточно простой урок, если тебе сложно, не забывай про то, что на канале IT-инкубатор мы выкладываем одновременно также наш закрытый курс, это React Кобзда, как подробно, где мы в мельчайших деталях рассматриваем именно сам React непосредственно в его сути, в его мелочах. В общем-то, это два курса, которые тебя точно доведут до победы, если ты будешь внимателен и будешь напрягаться и стараться. Ну и, друзья, по традиции, 1000 лайков, 500 комментариев и мы выкладываем To-Do-List номер 4, поэтому это бесплатно для тебя. Прямо сейчас на паузу, пожалуйста, поставь видос, тыкни лайк, напиши комментарий. Спасибо, круто, смотри, учусь, если ты, конечно, смотришь, шутишься, если тебе, конечно же, этот курс нужен. Если не нужен, то тогда это дело твое, ставить лайки или не ставить, все. Друзья, спасибо, увидимся в новой серии, удачного просмотра, хорошего, продуктивного урока. Ребят, салют, ну что, третье занятие, да, у вас, либо на носу, и ты смотришь этот видос, чтобы быстро понять, что будет на третьем занятии, чтобы не тупить там, а более-менее картинку в целом представлять. Либо ты смотришь этот видос, потому что хочешь закрепить свои знания по пройденному уроку, и ты красавчик. Опять же, да, не пытайся прям вот с ходу, прям с налету все понять. То, что мы это прошли, не знаешь, что это прошли, это забудется. То, что мы сейчас проходим, это будет повторяться, повторяться регулярно-регулярно, одно и то же вокруг да около, поэтому это все у тебя в голове уляжет, да, иди по ступенькам дальше. Многое, что тебе не понятно, это пазлики, маленькие, главное, ты комбинация делаешь этих пазликов и понимаешь в своей голове, что что-то новое у тебя узнается, что-то с чем-то склеивается, значит, в конечном итоге это все будет одной общей картинкой, и все будет хорошо. Сегодня что мы будем делать? Что сегодня будем делать? Сегодня будем учиться добавлять таски, добавлять таски, и мы сегодня будем учиться делать, сейчас посмотрю, реагировать на нажатие на клавиши, сегодня будем делать контролируемые элементы, сегодня мы будем делать, да, сегодня такой простой урок, сегодня довольно-таки простой урок, из таких мелочей состоит, поэтому круто, поэтому круто. Первое, что мы сделаем, это скачаем архив, проинсталируем, поставим новую библиотечку, yarn-add-uuid, сейчас расскажу, зачем она нужна, уник-айд, открываем терминал и пишем yarn-add-uuid, уникальный идентификатор, библиотечка. Когда мы подключаем какие-то библиотеки извне, а если в них сразу не зашита TypeScript-овая типизация, то у нас будет проблема, мы не сможем с ней работать в нашем TypeScript-е, но как правило все популярные библиотеки имеют, то есть в начало библиотеки, если называется uuid, то библиотека с типизацией, в начало дописывается собака type slash, и как правило на все популярные библиотеки есть вот такая вот типизация, поэтому мы смело устанавливаем эти все библиотечки. Мы можем пользоваться функциями, которые из этой библиотеки экспортируются. Для нас, интересно, основная функция это v1, v1, и мы ее вызываем, и что она нам делает? Генерирует айдишник. У нас айдишники, ребят, использовались порядковый номер, возрастающий по возрастанию, увеличивающийся по возрастанию, увеличивающийся по возрастанию, изменяющийся по возрастанию, короче. В реальной жизни такая тема используется, но в реальной жизни айдишниками занимается бэкэнд. То есть у нас есть фронтенд, у нас есть бэкэнд. Там на бэкэнде есть база данных, и там генерируются вот эти объекты, таски, туду-листы, юзеры, платежки, и там им присваивается какой-то идентификатор. Это могут быть порядковый номер, возрастающий по возрастанию. Это может быть по возрастанию, это как бэкэндеры решат. Есть такой формат, который называется UUID. Называются они еще GUID, Global, Unique, Identificator. Это такие большие строковые значения, которые называются Global Identificator. Идентификатор говорит о том, что если сгенерировать два разных таких идентификатора, взять в двух местах разных, сгенерировать, то вероятность того, что они совпадут, там 0, 0, 0, 0, 0 процентов. То есть как бы микроскопическая вероятность, что такое совпадение будет. Соответственно, эти идентификаторы обеспечивают основную фишку вообще айдишника, уникальность. Так как мы сейчас генерируем айдишники на фронте, потому что работаем пока токенов с фронтом, пока не взаимодействуем с бэкэндом, это будет позже. То нам надо взять эту генерацию айдишек на себя. До этого мы использовали числа и все было хорошо. Но сейчас нам надо будет добавлять новые таски. Соответственно, нам надо знать, какой айдишник присобачить следующий. Нам надо вычислять самый максимальный, который был. Чтобы над этим не париться, мы завязываем эту библиотечку и вызовем здесь просто V1. Смотрите, как у нас была единичка. Если я зажму альт и кликну вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, то я смогу одновременно, видите, оно все моргает, могу все это удалить и написать V1 и поставить скобочки. Оно ругается, что не знает, что такое V1, альт, энтер. И вот говорим, импортируй отсюда, из библиотеки. И все, оно импортировало. И если мы сейчас посмотрим, что там у нас получилось, то у нас, ну, увидим, что в качестве айдишников у нас будут большие числа такие. Давайте эти таски в консоль лог вот здесь выведем, то есть в консоль лог таск. То есть мы таски в юстейт засунули, потом получили назад и эти таски вывели. И посмотрим, что там V1 сидит. Но у нас не компилируется. TypeScript говорит ошибка. Он говорит, ну, давайте прямо на красное смотреть. Я чаще люблю эту вкладку, не смотрю, а смотрю на красное. Потом навожу сюда, и вот тут ругается. Condition will always return true. Всегда будет true, так как type string и number have no overall не пересекаются. Короче, вообще говоря, тут правильнее было бы ставить строгое неравенство. Строгое неравенство. Сейчас, как бы, да, ошибка будет уже другая. Нам скажут, что... А, ну, стринг, то есть таски у нас... Он говорит, что никогда здесь не будет true, круче, ошибка. Мы сравниваем айдишку, которая в таске, это теперь строка, а не число, с айдишкой, которая number. То есть нам надо все айдишки наши поменять со строки на... С number на стринг. Там, где ругается. То же самое здесь. Он говорит, что вы передаете функцию task for to do list, таски передаете. И в этих тасках у вас строки сидят в A1. А я жду таски на входе. Смотрите, давайте ошибку прочитаем. Он говорит, что тип id string title string из done boolean, массив, не ассайнится к таск-тайпу. И вот тут говорится, что id is incompatible, несовместимый. Тип стринг не ассайнится к number. То есть таски, to do list ждет таски, в которых будут сидеть номеры. То есть, да, вот, to do list ждет таски, у которых массив тасок, где каждая таска, это id с номером. Меняем на стринг. Меняем на стринг. Дальше, remove task. Remove task, это функция, которая ждет, что ей дадут функцию, которая стринг принимает. Ну, number, она ждет номер. А мы сейчас переделали вот эту remove task на стринг. Соответственно, несовместимость. Поэтому меняем на стринг. Так, вроде бы все. Вроде бы все. И, по идее, наш to do list должен отобразиться. Отображается, работает. Удаление. Как и работало, так и работает. Супер. Все. То есть мы передаем... А, в console log давайте посмотрим, что там выводятся за таски. Вот, видите? Айдишники вот такие сейчас гигантские вот номера. Они там собираются из, типа, по-моему, шестнадцатеричных значений. То есть числа там и значения букв там в шестнадцатеричной системе. Ну, короче, видите, большое очень число. Каждая ячейка может быть там шестнадцатеричным, короче, значением. То есть, да, шестнадцать знаков. Не один, десять десятиричный, а шестнадцать. Соответственно, в совокупности действительно уникальность очень, как бы, такая уникальная. Поэтому, ну, если мы видим, что эту U, V1 мы вызываем, на самом деле, она генерирует практически одинаковые штуки. Только где-то у них здесь одно различие. Вот 0, 1, да, здесь пока увеличивает только вот этот вот разряд, условно говоря. Ну, фиг с ним. То есть уникальные значения, да, по-прежнему, по этой уникальности удаляется, и все хорошо. Только стой, 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 что-то у меня... А, не, все хорошо. Бомба. Дальше, 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 дальше. Кстати говоря, то, о чем я забыл сказать в прошлом уроке, и то, что есть в видео, в документации, ну, я не сделал, это про ключ. Я тебе не сказал про ключ в прошлом занятии. Как раз-таки там, где мы начинаем удалять что-то, React, очень важно знать, что именно удаляется. Кстати говоря, смотри. Если, ну, то есть, важен ключ. Короче, всегда, когда мы маппим, когда мы сопоставляем какой-то JSX элемент или компонент или элемент какому-то объекту, нам важно связать этот JSX элемент с этим объектом. И, как правило, в реальной жизни всегда используется ID. Как правило, у этого объекта, на основании которого вы создаете эти JSX элементы, всегда будет ID. Если ID нету, с осторожностью можно использовать второй параметр, который приходит в этот callback, индекс. Использовать индекс. С осторожностью. Почему с осторожностью? Потому что, если вдруг с этим массивом происходят какие-то изменения, удаляется, там, середину добавляется, апдейтится, этот, особенно, меняется, короче, порядок, порядковый номер, то там могут быть супер колоссальные проблемы, которые и так даже не поймешь и просто будешь сходить с ума. Поэтому, как бы, старайтесь всегда использовать ID-шник. Если не ID-шник, то порядковый номер. Но, помните, что если порядковый номер, не должны у вас, порядковый номер у каждой таски не должен меняться. То есть, нельзя их менять, а иначе будет проблема. Как работает вот эта штука кей, я в отдельных видео вам расскажу. А пока погнали, а пока погнали, погнали дальше. Давайте добавлять таску, давайте добавлять таску. Нажимаем сюда, и таска добавляется, то есть, добавляется в массив новая таска. И давайте вспоминать, давайте вспоминать то, о чем я говорил. У нас есть, для того, чтобы изменять таски таким образом, чтобы React на это реагировала, перерисовку делала, у нас есть функция setTasks. То есть, таски являются чем-то, что сидит в стейте, локальном стейте, который с помощью hook'а, uState, React контролируется. И если мы эти таски будем менять с помощью функции setTasks, то React будет перерисовывать эту компоненту, app, а за ней потянется, естественно, и перерисовка to-do листа. Так вот, этот setTask у нас пока что используется вот здесь в remove таски. То есть, мы setTask вызываем во время удаления таски. Но мы также этот setTask будем вызывать, когда еще во время добавления таски. То есть, давайте добавим таску function. Создадим функцию, которая будет называться addTask. Добавить таску. Таску, чтобы добавить, нужно... Ну, давайте добавить таску. Мы должны, что сделать? Ну, что, сгенерировать новый объект таски. Let newTask назовем ее. Скажем, ну, у этой новой таски будет все как положено. Будет ID, будет title. Пока что, да, какой-то newTask назовем. NewTask. И будет издан, естественно, false. То есть, таска новая, поэтому она не выполнена. Поэтому таска не выполнена. Все, у нас есть эта функция. Дальше нам нужно взять массив, который был, сформировать новый массив. Мы не можем, да, нельзя по правилу инвитабельности, об этом еще будем много говорить. То есть, мы не имеем права вообще модифицировать тот массив, что к нам пришел. Мы его не имеем в него, да. То есть, мы могли бы в этот массив, в принципе, запушить бы новый объект. Но этого делать нельзя. То есть, мы не должны... Пуш, он добавляет новый элемент в конец этого массива. То есть, мы модифицируем тот объект, который у нас был. Это неправильно. В React это неправильно. В функциональном программировании это неправильно. Мы не имеем права модифицировать то, что к нам пришло откуда-то. Хотя, на самом деле, ничего страшного не случится. Но не будет ожидаемого поведения. Короче, смотрите какая темка. Если мы хотим получить новый массив, в котором добавилась таска, то мы должны создать просто... То есть, мы не можем добавить старый массив, но мы можем создать новый массив в таск. Например, назвать его newTasks. И сказать, добавь новую таску в начало массива. То есть, мы создаем, видите, мы квадратными скобками создаем новый массив. Добавляем newTask одну таску в начало. А в конец записываем все те таски, элементы, которые сидели в старом массиве Tasks. Если я напишу так, просто Tasks, то у меня в качестве первого элемента будет сидеть объект. А в качестве второго элемента внутри массива будет сидеть Tasks. А Tasks это сам по себе массив. То есть, массив в массиве получится. А нам надо из этого массива достать все элементы. Называется деструктуризация, по-моему, массива. То есть, мы таким образом создали новый массив. Первым элементом положили новый объект. А последними элементами достали все объекты из старого массива. Но тут ключевой момент какой? Что мы создали таким образом новый объект. То есть, newTasks это массив, новый объект массива. Соответственно, если мы теперь этот новый объект массива закинем в функцию setTasks. То, видите, setTask мы уже дважды вызываем. Вызываем функцию removeTasks. Засовывая в него отфильтрованную одну таску, которую удалили. А здесь засовываем новый массив, который с добавленной новой таской. То есть, да, то, о чем я говорил в прошлых картинках. То есть, у нас есть компонента. Так, не хочу таким жирным рисовать. У нас есть компонент. В нем есть state. Давайте tasks. И есть функция, которая setTask эти таски может изменять. Что приведет к перерисовке. И вот вокруг этого setTask мы строим другие функции. Красное удаление. Зеленое добавление. Какую-то прописываем вначале логику. Прописываем вначале логику. А потом вызываем setTask. И здесь вызываем setTask. А эти две функции. Эти две функции. Давайте я уже таким способом нарисую. Они вызываются не в этой же компоненте. А прокидываются в дочернем компоненте. В нашем случае to-do-list. Да, у нас есть компонента to-do-list. Там есть кнопочка. Там есть формочка добавления таски. Там есть эти крестики на удаление таски. И мы эти две функции коллбеков передаем через прописы нашему to-do-list. Тут, грубо говоря, они вызовутся. Наши функции активируются вот здесь. Потому что они здесь находятся. Мы их просто передали по ссылке туда. Как бы засунули. Чтобы там их можно было вызвать. И они изменят state. State перерисуется. Перерисуется to-do-list. Давайте это сделаем. Давайте нашу функцию addTask. Передадим дальше туда. В to-do-list. То есть там, где она и вызовется. AddTask равно addTask. Без скобок, ребят. Видите, мне в AppStorm сразу скобки поставил. Если я вот так передам, то я сейчас вызываю сразу addTask. Вызываю сразу моментом addTask. И тут, вообще говоря, произойдет зацикливание. Будет вызываться addTask. Будет добавляться таска в state. State заставит перерисоваться компоненты. Компоненты перерисуются. Опять addTask. Опять изменится таска. И, короче, бесконечный цикл. И он придет к тому, что у нас все зависнет. Давайте этот addTask вызову вот здесь. Вот сейчас не буду передавать. Покажу вам, как у нас все зависнет. Интересно. То есть перед ретурном. Да, даже вот здесь. Вот addTask определили. Вызвали. То, что мы его вызвали, означает setAimTask. Новая таска добавилась. Новая таска добавилась. Происходит перерисовка. Функция вызывается опять. Опять вызов. Добавили. Опять перерисовали. И так бесконечно. И у нас too many re-renders. Очень много re-rendеров. React, limits. Короче, превышен лимит перерисовок. Поэтому важно, да, в качестве callback отдавать название функции. То есть мы говорим addTask. И здесь тоже используем addTask без скобок. Опять. Наша to-do-лист не ждет такую функцию addTask. Мы говорим нет. Ты ждешь. Потому что, ну, мы хотим тебе доработать. Теперь ты ждешь. И в props type поговорим addTask. Функция, которая не принимает ничего и не возвращает ничего. И вот теперь наша компонента в props'ах, to-do-лист, получает этот addTask и может его вызвать. Когда мы кликнем по кнопке, вот, плюсик. Мы умеем это делать. Говорим, он клик. То есть говорим, кнопка, когда по тебе кликнут. Ctrl-пробел. Он клик. Вызови нашу вот эту вот анонимную стрелочную функцию. А в ней мы уже вызовем. То есть ты, да. То есть мы как бы сами не знаем, когда ее запустить. Поэтому это callback. Мы запустим ее тогда, когда пользователь. То есть мы в коде не знаем, когда. Но пользователь, когда кликнет по кнопке. Ты, кнопка, вызови нашу функцию. А мы в ней вызовем props addTask. Соответственно, вызовется эта функция, которую нам передали в props'ах. Вот эта вот функция вызовется. А она, в свою очередь, где у нас здесь. Создаст новый объект. Засунет в новый массив ее. И засетает в state. Локальный state. Который заставит с помощью hook.uState заставит компоненту перерисоваться. Смотрим. Плюсик. NewTask. И новые таски подобавлялись. Все круто. Все работает. Следующий момент. Нам-то хочется, чтобы не newTask было написано. А что-то, чтобы что тут введено. То есть нам-то хочется значения, которое здесь вводится, чтобы оно попадало в название таски. Давайте это сделаем. Первым делом, что нам надо сделать будет? Это, во-первых, это значение как-то из этого инпута прочитать. То есть нам нужно как-то прочитать значение, которое у нас сидит в инпуте. А это сделать никак нельзя. Точнее, есть с помощью рефов. Можно прочитать в любой момент времени, что является не очень хорошей практикой. А второй момент, то есть давайте я расскажу вам. Input. Любой элемент, который мы там что-то можем вводить, он может быть контролируемым или неконтролируемым. Контролируемый, например, input, это когда мы ему строго задали value. Если мы ему задали value равно 5, то значит в этот input, что не пытаясь вводить, оно вводиться ничего не будет. Давайте этот input. Сейчас у нас неконтролируемый, то есть мы не контролируем его value, мы его не задали, поэтому мы можем здесь чего угодно вводить. Но если мы зададим value, и скажем 10, например, ну строка, да, как должна быть. Value это строковое значение hello. Мы увидим, что у нас hello написано, и мы ничего, я сейчас нажимаю клавиши, вы этого не видите, и у нас ничего не вводится. Потому что value мы строго зафиксировали, мы контролируем значение для этого input, input теперь не свободен. Он не может сам там внутри себя менять, он всегда hello, всегда hello у него записано. Да, мало того, нам React об этом предупреждает уже вторым ворнингом. Первый ворнинг, таким же образом у нас checkbox, заметьте, не меняется. Checkbox не меняется. Я кликаю, не меняется. Потому что checkbox, мы тоже жестко сказали, checkbox, ты жестко равен тому значению, то есть ты check it, если издан check it. Так как у нас этот издан здесь не меняется никогда, то у нас и не может поменяться значение на противоположное, короче, при клике. И то же самое с input, потому что жестко задали значение hello, соответственно, это значение не может поменяться. Здесь там об этом говорят, что если вы, ну короче, почитаете, сами разберетесь. Так вот, это хорошо, что мы контролируем элемент, но нам нужно его контролировать, значение этого элемента и значение для этого текста, который здесь, сохранять в своем локальном стейте. В локальном стейте. То есть мы говорим, что у нас, смотрите какая темка, круговорот, важный круговорот, то есть пятерка. Таким образом, понятно, что мы не можем пятерку захарткодить, пятерка будет всегда пятерка. Но давайте вместо пятерки, давайте вместо пятерки, например, укажем какую-нибудь переменную из стейта. То есть у нас тут же в этой компоненте будет стейт, например, value, value. И вот мы указали вот в качестве value вот это вот v. И дальше, когда мы будем пытаться впечатать сюда символ, у нас символ не может впечататься, потому что v, например, было равно yo, у нас это yo и показывается. Соответственно, когда мы будем пытаться впечатывать, будет срабатывать событие change. И мы на него можем подписаться с помощью onChange. То есть мы будем как бы видеть попытку input изменить значение. В этой попытке мы будем видеть допечатанный символ, например, yo, yo, восстательный знак. Мы это yo, восстательный знак, отправим в стейт. Это yo, восстательный знак появится в стейте. А раз оно появится, раз v изменится в стейте, значит, новая v попадет в value и input сможет напечатать это значение. Мы печатаем новый символ. Он в onChange пытается как бы сообщить нам, что я пытаюсь напечататься. Мы это новое значение, например, в опросительный знак, отправляем в стейт. Так как стейт изменился, перерисовка происходит, и это новое значение приходит в value, и мы видим это значение. Такой круговорот. Это вот в пути самурая flux-круговорот называется. Это вообще типичный такой круговорот в реакте, как он реактор работает. То есть я в todo-листе, ребят, смотрите, это значение, которое вводится в input, я сохранять буду с помощью useState, это не в APP компоненте, а в todo-листе. Почему? Потому что, потому что задача todo-листа, задача, вот у нас здесь APP, и у нас здесь хранится, да, вообще говоря, таски хранятся. И это значение, которое в todo-листе, в todo-листе, TL напишет todo-лист, оно, вообще говоря, предназначается для новой таски, которая будет создана, для новой таски. Но пока оно здесь впечатывается, оно еще не стало таской. Мы просто впечатываем его. И незачем, да, это впечатываемое значение, чтобы просто контролировать input, да, то есть нам этот state нужен для того, чтобы контролировать input. И чтобы потом из этого state можно было значение прочитать во время нажатия на кнопочку плюс. Чтобы можно было прочитать, а что же было в input введено, вот для чего нам контроль input. Чтобы input отрисовывался, опять же, первичные данные, данные первичные, потом отрисовывается input. Мы в input пытаемся что-то вводить, но эту попытку мы фиксируем в state, а потом только перерисовывается картинка. И благодаря этому мы можем во время нажатия на кнопку обратиться к этому значению и его отправить как бы наружу, чтобы оно добавилось в объект и там было пропечатано. Но пока мы его впечатываем, дети не нажали на плюс, это значение, оно как бы достояние локального todo-листа. Поэтому мы локальный state делаем у todo-листа свой. Напоминаю, что use state, локальный state может быть у любой компоненты. Просто app-компонента, она самая верхняя, высокоуровневая, поэтому мы ее нагрузили хранить таски, то есть такие бизнес-данные какие-то. Вот это же значение, которое впечатывается, это уже не бизнес-данные, это какое-то значение, которое сейчас впечатывается в input. Оно как впечатывалось, так может и удалиться. Если мы не нажали на плюс, оно не станет частью бизнеса. Соответственно, это локальный state, который сама таска будет контролировать. Поэтому мы идем и в таску, добавляем use state и говорим, храним значение для title, например, для title. Изначально там пустая строка. Use state, импортируем. И с левой стороны говорим, что вот let. Ну, вообще, говорят, здесь можно и const писать. Давайте писать const. Там, где писать const, можно пишем const. Так, правильный. Title. То есть, название даем нашей переменной, которая будет отражать, что там хранится. И, ну, title, new task, task title. Правильно было назвать, конечно. Ну, мы потом рефакторинг сделаем. То есть, это же не title, тут у листа. Это task, title новой таски, введенной. Поэтому, давайте я сейчас так и напишу. New task title. И здесь функция, которая set new task title, которая будет сетать это значение. Все. И мы дальше говорим, что new task title, значение, которое изначально на пустой строке, присобачиваем вот в качестве value. Только, да, обязательно фигурные скобки. Потому что мы хотим прочитать значение из переменной. И говорить new task title. И мы увидим пустую строку. Пустую строку, которую, да, нельзя изменить. Я вот впечатываю, не печатается. Потому что new task title не меняется. Соответственно, он жестко, input заставляет отображать то, что вот он отображает. Ну, что мы делаем? Ну, что мы делаем? Мы сейчас с вами будем вызывать сайт new task title и записывать в него то значение, которое пытается впечататься в input. Да, с input, когда попытка идет изменить значение input, change сделать ему, изменить, срабатывает событие change. И мы можем сказать, что onChange, мы можем повесить обработчик на событие onChange. Мы можем сказать, input, когда ты меняться, пытаешься меняться, вызывай вот эту вот нашу функцию. И внутри этой функции мы должны с вами, что сделать? Внутри этой функции мы с вами должны засетать новое значение, которое, засетать вот это новое значение, отправить его в state с помощью специальной этой функции set new title. И отправить сюда вот это новое значение. Давайте новым значением будет sd. Просто sd. Соответственно, когда, смотрите, я сейчас начну печатать, например, пробел, оно появится sd. Пробел, пробел, оно всегда sd. Почему так происходит? Потому что я пытаюсь в input что-то изменить, запускает, input запускает функцию onChange, а я в этой функции onChange говорю, установи-ка в качестве этого title sd. sd устанавливается, компоненты перерисовываются, и это sd попадает в value. А дальше уже опять я пытаюсь впечатать что-то, но мы постоянно говорим sd, 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 поэтому всегда sd. А здесь мы должны не sd передавать, а то, на что пытается таска поменяться. То, что в input впечатано в момент вот этого события onChange. То есть, на секунду говоря, если я поставим здесь дебаггер, чтобы наш код остановился здесь, то мы увидим, что у нас в input вообще это значение впечатывается. Просто оно потом реактом, условно говоря, перезатирается, потому что, ну, потому что тебе не суждено показываться. Потому что, потому что, потому что ты контролируемый input. Я d напечатал, видите, d оно тут есть. Но потом, ну, оно на sd поменялось, потому что здесь. То есть, да, ну, d впечатывается. И вот это значение, которое в момент onChange сидит в этом input, мы можем получить с помощью объекта события. В любое событие клик происходит там или onChange, сюда попадает объект, который обычно называют e. Здесь мы его не использовали, он нам был не нужен. Поэтому мы его даже не писали. Но сейчас он нам нужен. Почему? Потому что в этом объекте e сидит вся информация о произошедшем событии. Но нам не интересует вся информация. Нас интересует в этом e непосредственно виновник события. То есть, каким элементом произошло событие. То есть, в e.currentTarget это элемент, с которым произошло событие. Элемент, на который мы, собственно говоря, и подписались. То есть, этот самый input. И мы можем обратиться таким образом к этому input и взять его текущее value, которое вот хочет появиться. Которое вот впечатывается в момент нашего впечатывания. И мы это value, ctrl-x, отправим в локальный state. Соответственно, это value впечатается, изменит state. И потом придет обратно и напечатается здесь. И будет этот флаг с круговоротом, будет работать. Hello, 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 hello. Все. Теперь мы можем нажать на плюсик. И в момент нажатия на плюсик, мы можем прочитать, взять это значение newTaskTitle. Потому что оно засинхронизировано как бы с input. То есть, то, что у нас в state хранится в этой переменной, оно же, видите, отображается и в input. И при попытке измениться, оно же постоянно синхронизируется. И, соответственно, у нас что здесь, что в input одно и то же значение. Поэтому здесь мы можем им воспользоваться. Внутри этой функции. Ну, как мы и воспользуемся. Ну, нам это значение, мы не можем таску добавить здесь. Но мы можем передать наверх это значение. Вот туда вот передать. И тут наверху, оно в этот addTask придет. Да, вот сюда вот addTask придет. Title. String. Но, чтобы оно не ругалось, нам надо addTask вот здесь тоже сказать, что... То есть, addTask, который ко мне в пропсов пришел, мы должны сказать, что на самом деле это не функция, которая не принимает ничего, а функция, которая принимает titleString. И мы дальше этим title можем здесь воспользоваться, когда структурируем, собираем объект новый. И сказать, что title будет не newTask, а будет то значение, которое к нам придет в параметре. Is done false. И дальше мы этот объект закидываем в массив. Давайте посмотрим. Hello. Hello. Hello222. Йоу. Работает. Супер, да? Дальше. После добавления нам хочется, чтобы значение очищалось. И тут опять же, да? Какая философия? Чтобы значение очищалось. Мы не думаем про то, как нам вот здесь вот, при добавлении таски, взять и очистить это значение. Точнее, очистить этот input. Наша задача очистить значение в стейте. Вызвав setNewTaskTitle. После добавления, задав туда пустую строку. SetNewTaskTitle. Задаем пустую строку. Стейт меняется. NewTaskTitle получает новое значение. Идет перерисовка. И здесь пустое значение приходит. DimageCroot. Работает. Клево? Клево. Давайте дальше поиграемся, да? Поразвлекаемся с такими мелочевками всякими. Например, например, например. Давайте сделаем так, чтобы при напечатывании текста я нажал Enter. И у нас кнопка добавилась. И у нас таска добавилась. Понимаете, о чем речь? Давайте при нажатии на Enter, чтобы у нас тоже что-то среагировало. Нажатие на Enter. То есть, да, опять же понимаем. Клик. Ончейнж. То есть, есть какие-то события. Куча-куча событий есть. Которые происходят с элементом. Во-первых, мы должны понять, с каким элементом происходит событие. Нажатие на клавишу. С Input. Понимаете? С Input. То есть, мы нажимаем Enter, находясь в Input. Значит, с Input происходит событие. То событие, которое происходит в нажатии клавиши с элементом, который в фокусе находится. У нас, который сейчас выбран. Который подсвечивается. Сейчас кнопку здесь попробую нажать. Чекбокс. Ну, я не знаю, тут фокус как бы не так легко перекинуть. Не все элементы могут фокус легко принять. Ну, вот табуляция. Если я меняю, Tab нажимаю. Видите? Фокус перепрыгивает. И как бы фокус сейчас с ним. Если я нажимаю, что какие-то текст. То сейчас он. Событие нажатия клавиши происходит с этим чекбоксом. Кстати говоря, пробел должен убирать и так далее. Ну, короче. С Input происходит событие напечатывания. Ищем этот Input. Видим, что мы у Input дали Value. Мы Input присобачили OnChange. И мы Input этому внимательно. Видите, подсвет как идет. Это фигурная скобка. Эту закрывает. Эту фигурная закрывает. Эту. Соответственно, мы с вами можем давать реагировать на разные события. Если мы поставим On. Увидим. Он клик. Он blur. Это когда фокус сходит из элемента. Keypress. Это то, что нам надо. Клавиша нажата. Onabord. Я честно говоря, сейчас не знаю, что за Onabord. Onabord Capture. Он анимейт. Короче, много всяких. Много. Дофига всяких. Сложных. Простых. И так далее. Как правило, вам они когда-то понадобятся. Самые популярные. OnChange. Он клик. Он пресс. Их там. Он blur. Мы потихоньку будем с ними знакомиться. Короче. И вот я. OnK. Пресс. Клавиша нажата. Для вашего кругозора есть OnK. Когда клавиша нажата, но не отпущена вверх. Есть событие OnKeyUp. Когда клавиша была поднята. Грубо говоря, OnKeyPress. Это что-то такое, что объединяет KeyDown и KeyUp. То есть, если произошел и KeyDown и KeyUp, тогда произошел OnKeyPress. Но по отдельности мы можем по отдельности процессить. Например, нажатие клавиши и типа удержание клавиши. А потом поднятие. Считать, сколько времени там прошло и так далее. Ну, много всяких наворотов есть. Просто знайте. И вот мы говорим, когда произойдет нажатие клавиши, вызови нашу input, вызови нашу функцию. Вызови нашу функцию. Сюда придет объект E. Который мы можем тоже проанализировать и с ним что-то сделать. Давайте посмотрим, что именно будем делать. Но нам надо в этом объекте E достать кнопку, которая была нажата. Давайте в консоль выведем этот объект события E, который происходит с input. Идем в консоль. Удалю все, что здесь есть. Нажимаю, например, D английскую. И вот что-то появилось. Раскукоживаю и пытаюсь изучить, что у меня у этого объекта есть. Большой объект, у него что-то дофига чего есть. Непонятные какие-то значения. Потому что на самом деле объект является синтетик-ивентом. И он немножко не настоящий, не такой, как в нативном JavaScript. Поэтому исследовать его не очень удобно. Но если мы кликнем сюда, мы увидим какие-то значения. Которые на самом деле и хреновыми значениями являются. Потому что синтетический ивент зачищает все данные и не сохраняет их. Об этом мы потом поговорим. Это немножко сложная тема. Поэтому мы не можем в консоль.лог его вывести и проанализировать. Но мы можем поставить как программист дебаггер. И проанализировать сам объект, который пришел непосредственно сюда. Навести на него в консоли мышкой. Нажимаем D. Попадаем сюда. И можем на E навести и уже проанализировать. Видим, что например во время нажатия D Alt клавиша не была нажата. Ctrl клавиша не была нажата. Current Target. Вот наш input, в котором произошло событие. Бла-бла-бла-бла-бла. Видим, что есть какой-то ключ KD. То есть мы можем на этот K равняться. Можем равняться на KCode. Почему-то равен 0. Не знаю. У D что ли 0. Фиг его знает. Можем равняться на... Много есть характеристик разных, короче. Вот есть нативный ивент. Ну, короче, ладно. Мы будем равняться на char-код. На char-код. Почему? Потому что. Просто потому что. Можно равняться, в принципе, и на K. Давайте пробуем нажать сейчас Enter. Посмотрим, какой char-код будет. Enter. Посмотрим. У E. Char-код 13 у Enter. Это число. Видите, не строка. А K Enter. Можно равняться на KCode 0 почему-то. Всегда KCode почему-то 0. А для... Стойте. Для, например, буквы D тоже был KCode 0. KCode 0 почему-то. Странно. Как будто глюк какой-то. Я не очень верю, что KCode всегда одинаковый. И всегда 0. Секундочку. Или это глючий дебаггер E. Console.Log. E.KCode. То есть, если мы по отдельности будем вводить значение. Не сам объект события, а конкретное у него значение. То они в Console.Log выведут все нормально и будет все хорошо. Сейчас, стойте. Нет, всегда 0. Всегда 0. Окей. Супер. Хорошо. Это так, для себя. Давайте использовать... Какое там было слово? Я уже забыл. Ой, я уже забыл, забыл, забыл. Ай, короче, давайте так, как в документации. Как в заданиях, которые я делал. Чар-код. То есть, чар-код. То есть, если чар-код равен 13. То тогда, что нужно сделать нам? Нам нужно добавить новую таску. По аналогии, как будто вот вызвалась вот эта вот штука. Я беру этот код. Ctrl-C. То есть, то, что происходило при нажатии на кнопку нажатия. По кнопку on-click. Мы переносим сюда. Естественно, мы дублируем код. Это грех. Поэтому сейчас, да, в заданиях было немножко по-другому. Мы сейчас это оптимизируем. То есть, ну, важный момент, что мы делаем одно и то же действие, что при нажатии на кнопку, что при нажатии на любую клавишу, если при нажатии на клавишу Enter, находясь в инпуте. То есть, событие on-keypress срабатывает с инпутом. И проверяем. Enter. Все хорошо. Escape. Там нажимаю пробел и просто печатается. А Enter нажимаю. Все хорошо. Давайте сделаем интереснее. Сделаем так, чтобы добавлялась таска при Ctrl-Enter. Именно при Ctrl-Enter. Для этого, да, вот что, скажем. Если уе Ctrl-K, и, то есть, если был нажат Ctrl-K равно True, и CharCode равно 13, тогда добавляйте таску. Смотрите. Сейчас нажимаю Enter. Не добавляет, а Ctrl-Enter добавляет. Поиграйтесь там с Alt-Enter, поиграйтесь. Так, попишите, прикольная штука. Это для чего может быть нужно, если, например, у нас здесь текстерия, и Enter означает перевод на новую строку. То тогда нам надо как-то дать понятие. То есть, это может понадобиться, ну, знаете, в Telegram-ах, так. Там Enter, новое сообщение. Там Alt-Enter, переход на новую строку и так далее. Так, окей. Летим дальше. А дальше, как бы, лететь, ребят, некуда. То есть, все, что нам осталось делать, это за рефакторинг код. Еще раз, рефакторинг – это изменение структуры кода без изменений поведения программы. Рефакторинг нужен для того, чтобы человек, который читает программу, лучше в ней ориентировался. Мартин Фаулер, известнейший чувак, который кучу книг написал крутых, сказал, что любой дурак может написать программу для компьютера, который поймет компьютер, но не любой. Может написать программу для людей. Так, наша задача – писать программу для людей, потому что мы работаем в команде, и ваш код всегда анализирует кто-то другой. Да даже ты сам являешься человеком, который… То есть, ты вроде все понимаешь, но возвращаясь к своей программе через, там, спустя неделю-месяц, ты уже смотришь и такой, блин, что за дичь. Поэтому надо, чтобы дичи не было, было все красиво структурировано. В частности, JSX. JSX у нас разметку хочется видеть. А у нас здесь, блин, JSX превратился в какой-то JavaScript. В обычный, то есть, какие-то функции, функции, функции. И как бы фиг поймешь, что здесь происходит. Да, то есть, очень тяжело ориентироваться. Поэтому все вот эти вот функции, коллбеки, которые анонимные, мы передаем на различные события, их нужно выносить вот сюда. Не то, что прям нужно, желательно выносить. Да, это как бы уже правило хорошего тона. В разных, конечно, компаниях могут быть разные предпочтения, и TeamLead может диктовать разные условия. Но ты привыкай к тому, что вот выноси. То есть, старайся не писать анонимные функции в этих обработчиках. В этих обработчиках. Никогда. Вообще никогда. Да, мы отныне писать их никогда не будем. Будем сразу выносить в отдельную функцию, какой бы маленький здесь обработчик ни был. Соответственно, начинаем. Начинаем, начинаем. Например, onChange. OnChange. То есть, и мы так и назовем функцию. If у нас не будет другого onChange, назовем просто onChangeHandler. Если вдруг у нас потом там появится несколько onChange, то мы тогда скажем, что именно изменилось. Например, onNewTitleChangeHandler. То есть, допишем change чего? NewTitleHandler. Handler обработчик, значит. И говорим, это функция, которая... И забираем внутренности вот отсюда вот. И тут кое-какая засада сейчас будет. Смотрите. Вот этого объекта E. Который сюда приходит. Тут мы его могли не указывать, потому что TypeScript. Компилятор видел, что эта функция явно присобачивается сюда. Соответственно, он неявно вывел для нее тип. И E это то, чем E является. Вы здесь не можете опечататься, потому что он знает, что E это объект события. Здесь же просто висит какая-то функция сама по себе. То есть, даже мы эту функцию и закинем вот сюда, то есть, вместо вот этой анонимной функции, мы теперь закидываем название вот этой функции. Внимание, не вызов этой функции, а название. То есть, callback, да? То есть, мы отдаем эту функцию input, а input ее сам вызовет, когда с input произойдет событие onChange. Даже несмотря на вот эту вот связь, все равно эта функция живет сама по себе. Мы ее ведь можем и сами там вызвать захотеть и так далее. Поэтому он E требует от нас это E. Да, и я никогда не помню это E. И E это сложно. И мы поэтому ставим для этого E, например, не Any, ни в коем случае. Any это такой говнокод, который нас, в котором придется жить. А мы поставим, например, number. Число, скажем. E это число. React офигевает и говорит, чувак, видишь, какое нафиг число. Во-первых, тут офигевает внутри, что у числа нету current target, потому что число это не объект. У него нету там свойств через точку. И здесь офигевает. Он говорит, что ты мне дал вонChange. Смотрите, что дал. Ты мне дал функцию, которая E, number, возвращает ничего, void. И он говорит, что это не assigns к типу event. Ну, E event можно давать имя любое. Можно E. Мы у этого event нам TypeScript подсказывают, какое тип. Change event, уточненный HTML input элементом. То есть change event. И мы такие, окей, спасибо. Change event, в котором сидит HTML input элемент. Та-дам. Change event, скорее всего, импортировался из React. Импортировался из React. То есть дам мне сам TypeScript. Я таким хитрым способом, специально задавая неправильный тип, заставляю TypeScript мне подсказать, в чем неправильность. И я анализирую эту неправильность и подстраиваюсь уже под такие сложные вещи. Давайте потренируемся. OnKeyPress. Создаем функцию. Const. OnKeyPressHandler. Простите, нос чешется. Обманываю вас. Тоже здесь E. И функция. Внутренность которой я вот уношу сюда. И мне E опять говорит, а что такое E? Я такой, сейчас, 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 разберемся. Во-первых, эту функцию я передаю в качестве OnKeyPress. И опять E.Number. Я бы мог предположить, да, что раз у меня здесь change события, change event, а здесь какой-нибудь там KeyPress event. Я изначально так, кстати говоря, и делал. А с чем он происходит? Тоже с HTML input элементом. Но KeyPress не предлагает мне импортировать, такого события нет. Я такой, окей, я не знаю, что за событие. Напишем number. И он мне говорит, E.Number, то есть это функция. Вот это вот E.Number, которая не возвращает ничего, не ассайнится к event. Кейборд ивент, кейборд ивент, кейборд ивент клавиатуры, да, какой-то, в который тоже передается HTML input элемент. Мы такие, окей, спасибо, кейборд ивент, в котором у нас HTML input элемент. Не работает, что-то как бы там не работает, что-то сейчас чар-код перепечатало. Alt-Enter не работает, смотрим, не импортировался кейборд ивент. То есть кейборд ивент, что за кейборд ивент, кликаю по нем, и вижу, что у нас здесь есть стейп-скрипта кейборд ивент. Это домовское стандартное событие, которое происходит с дом элементом. А есть кейборд еще и в реакте. И вот нам надо как бы, да, а нам надо именно реактовый кейборд. Поэтому мы этот кейборд ивент должны, вот он автоматически не импортируется, потому что он как бы нашел решение другое, нативный такой метод, который объект существует вообще в JavaScript, как бы в HTML в JavaScript, скажем так. Ну в JavaScript. И мы говорим, нет кейборд, там надо из реакта. И теперь все хорошо. Идем дальше. Функция при нажатии на button добавления таски. Добавляем, говорим. Конст. Давайте добавление таски назовем сейчас вот эту функцию, назовем, как-то по-другому назовем, addTask функцию. То есть не хендлер, не как обработчик событий, а просто назовем addTask. Функция, которая ничего не принимает, но добавляет таску. И мы эту addTask функцию, видите, мы ездить все равно не ловили. И мы эту таску, функцию вызовем, отдадим кнопке. И кнопка эту функцию вызовет, когда по кнопке кликнут. AddTask сработает и произойдет вся та магия, которая происходила. Дальше. Эту же функцию, да, мы эти функции сюда добавляем. Мы их можем потом вот так вот скукоживать. Потому что нам внутренности их не нужны, пока до тех пор не нужны. Соответственно, наша разметка, видите, как превращается в такую коротенькую, именно в разметку. То есть можно даже вот так сделать. То есть выглядит уже как разметка. Кнопочка коротенькая. То есть да, у нас здесь нету кода, который был там, мы его вынесли отдельно в функции. Давайте дальше с фильтрами этими поработаем. То есть фильтры. Как там у нас задание было предложено? On, onAllClick, ну давайте я сейчас посоздаю этих функций. Const, onAllClickFilter, clickHandler. Это функция, которая не принимает ничего. Так как она в одну, я могу в одну строчку написать, потому что, ну здесь у нас одна строчка, то мы можем, видите, здесь много строчек было. Здесь одна была. В принципе, можно было тоже в одну строку записать ее. Ну, эту строку я запишу, эту функцию я запишу в одну строчку. То есть не буду ставить фигурные скобки. Сделаю вот так вот. И таких функций наклепаю три. Только здесь All, здесь Active, здесь Completed. И передаю правильные значения. Ctrl-пробел, Active, Ctrl-пробел, Completed. Помним, да, что у нас для строки, для возможных значений фильтра, создан отдельный тип, который перечисляет или это, или это, или это. Все. У нас есть три хендлера этих, обработчика, которые мы передаем каждой кнопке. Говорим, кнопка, когда по тебе кликнут, убираем эту всю большую муть, говорим. Вот так, On All Click Handler. Да, опять, это нам позволяет теперь сейчас даже как-то и разметку немножко подуменьшить, сделать все в одну строчку. Ctrl-D, Ctrl-D. Сейчас я быстренько так лучше перепишу. Active, Double Click, Completed. Это все удаляю. А в качестве обработчика говорю All, Ctrl-пробел, Active Click Handler. А здесь On, Com, Enter, Completed. Click Handler. Все. Проверим, что у нас все работает. Вообще говоря, после каждого рефакторинга нужно проверять, что работает. Но так как я типа джедай, я делаю все по-быструхе. Enter работает. Кнопка работает. Удаление работает. Active All, Completed. Фильтрация работает. Но удаление мы еще не рефакторили с вами. Удаление. Смотрите, какая темка. Эти функции, они общие для всего туду-листа. Поэтому они в туду-листе и лежат. Функция же удаления, она не общая для всего туду-листа. Мы не можем ее сюда наверх вынести. Функция удаления своя у каждой лишки. Каждая лишка генерируется до мапа. Мап вызывает вот эту стрелочную функцию. Вот эту стрелочную функцию. Внутри этой стрелочной функции мы создаем новую функцию Callback, которую передаем каждой кнопке в отдельности. То есть у нас много кнопок X и у каждой кнопки X свой Callback. Поэтому мы не можем вынести вот сюда один Callback какой-то. Он у нас как бы вот у каждой свой. Поэтому если мы хотим вынос делать из разметки такой штуки, то мы должны вот эту Callback функцию немножко расширить. То есть вернув в нее, помните, фигурные скобки. Слово Return. Здесь фигурная скобка добавляется. Ctrl-Alt-L. Выравниваем. То есть делаем эту стрелочную функцию с телом функции, с фигурными скобками, с ретурном. И здесь перед ретурным мы можем объявить функцию, которую назовем onConst onRemoveHandler. И говорим, это функция, которая... Вот эта вот функция. Ctrl-C. Но E нам здесь не нужен, поэтому E даже писать не будем. И скукоживаем ее. И этот onRemoveHandler используем, передаем вот в кнопке в качестве клика. Можем тоже удалить лишнее. Enter. И у нас такая движуха получается. То есть у нас эта функция в мапе, которая запускается много раз. Много раз внутри создается onRemoveHandler. Каждый onRemoveHandler будет к своей таске обращаться через свой ID-шник. И мы этот onRemoveHandler каждый раз отдаем каждой новой кнопке, которая у нас там рисуется внутри этого мапа. В этом цикле мап. У нас все работает. И таким образом мы с вами повыносили за рефактор или код. Повыносив функции, вынеся их как бы из разметки. И все. И все, и все, и все. Еще раз, да, давайте сейчас поговорим вот о чем. Резюмируем все, что у нас произошло. Первое. Это state. Наш state делится на два стейта. Это бизнес-стейт. Как бы идеологически, да, не технически, а идеологически. Бизнес-стейт, BLL. Бизнес-стейт. И UI-стейт. То есть state и там, и там. State. Ну, один стейт какой-то такой временный, а другой бизнес-стейт. Бизнес не в плане делать бабки. Бизнес означает данный, бизнес по-другому доменная область, по-другому домен, по-другому предметная область. То, о чем приложение. Инстаграм. Какой бизнес-логика у Инстаграма? Не показ рекламы, не заработок денег. Бизнес-логика означает, какая предметная область. О чем это приложение? Оно о фотографиях, лайках, комментариях. Там, да, аккаунтах, фолловинг, анфолловинг и так далее. Какая бизнес-логика наших to-do-листов? To-do-лист, задачи, статус задачи, текст задачи, выполнение, выполнение и так далее. Так вот, да, есть бизнес-стейт. Этот бизнес-стейт, вообще, да, в больших приложениях управляется, например, редакцом. В пути самурая вы сейчас управляете им сами, изобретая свой стейт, вынося его в отдельный файл state.js, там далеко и управляя им. В нашем текущем to-do-листе стейтом управляет app-компонент и его локальный useState, который в React позволяет управлять стейтом. Локальный hook useState, который управляет бизнес-стейтом. Дальше. У нас появляется с вами to-do-лист. У нас появляется с вами to-do-лист. Компонент другой, tl-компонент. У него тоже появляется аналогично useState, то есть желтенький useState и тут useState. Для чего мы его здесь появляем? Для того, чтобы контролировать то значение, которое у нас отображается в инпуте. То есть мы это значение прокидываем сюда, пытаясь ввести что-то в инпуте. Мы этого сделать не можем, ничто визуально не может измениться на страничке, если у нас не поменялись данные. Поэтому мы сначала изменяем данные, измененные данные попадают уже в инпут. Мы пытаемся что-то ввести, мы изменяем данные, попадают в инпут. И такой круговорот получается. Нам этот локальный стейт понадобился, чтобы управлять им инпутом. И этот локальный стейт, в принципе, это данные, которые здесь, они не должны выходить в app-компоненту, потому что это еще не бизнес. Вот когда мы нажмем на плюсик, тогда да, тогда эти данные уже там callback, то есть отсюда какой-то callback нам заслали. Мы этот callback вызываем здесь, ставим скобочки, передаем в него новый заголовок для таски. Эта таска добавляется здесь уже в новый массив. С помощью useState, setState, компонента перерисовывается, и все перерисовывается, и все у нас происходит хорошо. Туго, наверное, туго, наверное, тяжело, но век живи, век учись. Может быть, ты уже смотришь эти видосы, и у тебя уже есть помогательный, опять, параллельный цикл, объясняющий вот эти отдельные аспекты, useState, как работает на мелких-маленьких примерах, фильтрация, ну то есть на нативках, ну короче, пазлики собираются по частям. Ты узнаешь что-то новое на каждом занятии, да, сегодня мы поработали с кей-прессом, с ончейнджем, с локальным стейтом уже еще раз. То есть каждый раз у тебя эти пазлики будут собираться, собираться в более тесные связи, и вся картина целиком будет вырисовываться, и все будет хорошо. Поэтому не переживай, пользуйся менторской помощью ежедневной, смотри. Путь самурая. Путь самурая – это самое главное. Ты должен успевать, приходя на занятия, просмотреть тот путь самурая, что от тебя требуется. Тогда, как бы, тебе будет на занятиях просто и так далее. Потом, да, этот видос, если ты сейчас посмотрел его для укрепления, закрепления, то есть ты был уже на втором уроке, на третьем уроке, прости, и ты его закрепил, понял. Ну как понял? Понять ты его не должен, да? Еще раз, уясни такую штуку. Ты невозможно понять. Ребят, находясь на ступени, да, условно говоря, на низшей ступени, нельзя понять замысел, там, боже, да, замысел, там, извините за богохульство, что, ладно, замысел, там, топовых, да, элит общества, которые у нас там, президенты, мы все хаем, хаем, а мы, как бы, со своей колокольни не знаем всех нюансов, которые там происходят, не говоря уже, там, про президента России, про президента Америки, про управленцев корпораций и так далее. Пирамида, понимаете, пирамида. Мы внизу не можем понять, поэтому нам важно подниматься на пирамидку вверх-вверх-вверх, и с нее смотрим вниз и такие, ху-у-у, так там же так все легко и просто, что они там тупят? Поэтому поднимайся вверх-вверх-вверх-вверх, и все будет хорошо. Сто процентов будет хорошо, вот прям вот сто процентов, только, да, не спеши своим темпом, не надрывайся, иди. Так вот, еще раз, если ты третий урок уже прошел, и третий урок типа закрепил, типа вот закрепил, то, идя на четвертый урок, обязательно посмотри видео про четвертый урок, чтобы на занятии иметь, только так, быстренько, да, на скорости 1, там, 5, 1, даже 75, так, ознакомительно. Что вообще будем делать? Чтобы на занятии выполнять эти пункты по шагам, иметь какую-то такую общую картину, для чего все-таки это делается. Все, счастливенько, летим, 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 летим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok